Здравствуйте, мои дорогие любители волшебного пластика! Сегодня небольшое включение по подсборке модели LA5FN в 48 масштабе. Немножечко хочу поделиться тем, с чем столкнулся, своими впечатлениями от модели. Соответственно, первый момент, первое, что хочу сказать, это то, что модель до сих пор актуальна. Несмотря на то, что выпущена она достаточно давно, по уровню качества, по уровню интересности это все еще топчик. Это обусловлено чем? Прежде всего, это обусловлено достаточно высокой внутренней детализацией модели. То есть, в этом плане она очень интересная. Если посмотреть, там можно увидеть структуру набора, силовые конструкции, тяги, радиостанции. И в носовой части полная копия двигателя, по-моему, АМ-82 он назывался, звезда. Двойная звезда, которой комплектовали с истребителем LA5. Если неправильно поправить. Соответственно, есть еще моменты о том, что капоты можно сделать открытыми под капотное пространство, оно тоже все детализировано. Там есть пушки, там есть масляные баки, ну вот вся вот эта вот машинерия. Соответственно, это, конечно, дает определенный шарм модели. При том, что, как мне показалось, вот в сравнении с современной звездой, нет чрезмерного переусложнения. Вот эта вот куча всяких маленьких штучек, делишек там, которые просто в последних моделях, ну, утомлять начали несколько. Ну, это может быть субъективное мнение. Вернемся к подсборке, что было сделано. Вот мой предмет особой гордости, это литая кабина. Соответственно, она была сделана вот из набора компании Vector. Я не знаю, сейчас есть она или нет, эта компания. Ну, вот раньше она не продавалась. Соответственно, получилось достаточно неплохо, получилось достаточно детализованно. Нравится. Соответственно, сейчас я этот проект поставлю на небольшую паузу. У меня предательски кончилась грунтовка. И оказалось, что нету вот этого знаменитого советского трехцветия, как там АМТ-7, АМТ-11, АМТ-12. Три цвета. То есть, светло-серый, темно-серый и голубой. Сейчас я их заказал в одном небезызвестном магазине. Думаю, что на этой неделе привезут.